добрый день друзья на улице январь месяц снежок зима установилась хотел бы поговорить с вами о изоляции маток и свое видение на решение задачи которую преследуют изолировщики то есть сильные сильные идут в зиму после изоляции маток как это докладывают специалисты осенью комплектую я пчел восьми рамочных уликах переделённых пополам прибиты сетки снизу на четыре рамки более сильные имеют 6-7 рамок я осенью уже по холоду забираю крайние рамки у этих семей струшу более слабым которые где-то три рамочки занимают и эти сажаю на четыре рамки то есть я все семьи примерно делаю одинаковой силы результат такого действия подразумевает что во-первых компактно сидят тепло уменьшит затрат на перевозку погрузку на осмотры в общем достигается экономия в этом плане пчел мы отвозим как правило в последнее время на газели потому что не такое большое количество пчел остались на зимовке быстро компактно не задерживаясь но это уже отработано года все уехали для пчел во-первых привозим когда туда там матки начинают сеять нашим маткам сеять там негде потому что там все заполнено медом если есть пятачки то это маленькие сады как правило 10 апреля у нас сады зацветают мы их привозим сюда домой устанавливаем сразу на прицепы я лично и начинаю рассаживать к этому времени в 10 апреля четырехрамочные семьи которые занимали четыре улочки они имеют три четыре рамки печатного расплода и практически там больше ничего не нет все мед они съели вырастили расплод всеми привезены начинается расширение я их расширяю таким образом образом там показано до восьми рамок расплод ставлю центр по краям маломедные с метком скрываю каточком сверху ставлю семью которая летала в верхний литок вниз ставлю который дала в нижний итог также на видео все показываю и в это же время я им ставлю полоски фумисана две-три зависимости от силы семей но в основном две все где-то к первого где-то к десятому 22 25 апреля семьи эти имевшие четыре рамки расхода печатного превращаются 8 рамки пчелы витком уже набитой и где-то шесть рамок расплода я их расширяю до вторых корпусов где-то к первому пятому мая за 10-15 дней до взятка с акации я выбираю семью которая будет недалеко это с 25 апреля по 15 мая взятка у нас нет и поэтому семьи не так динамично развиваются как хотелось бы или рассказывать что семьи развиваются да они развиваются но взятка практически нет они поедают мед который я им подставляю и скрываю то есть идет уже задержка в развитии но за счет подсиливания другими семьями помощницами я добиваюсь результата что у меня в основном три корпуса пчелы на акацию подходит а бывает даже если сильные года и мощные семьи ушли в зиму то и четыре корпуса пчелы все подходит акация акацию я беру в двух местах в одном месте килограмм 10-15 и в другом где-то 20-30 в общем акации за две недели пчелы приносят где-то от 35 до 100 до 50 килограмм в зависимости от силы семьи идет сильный износ пчелы потому что представляете они принесли 40 45 килограмм 35 за каких-то там 10-12-15 дней пчелы изнашиваются также матка сокращает и ссы кладку относительно потому что вся пчела пашет на взятки поэтому опять же что развития мощного нет и не наступает продраевое состояние добавлю почему я четырехрамочные семьи делаю все потому что мощные семьи на кавказе если за ними не уследить хотя стараемся покупать маток не склонных к роению они могут разроиться и такое бывает поэтому четырехрамочные семьи к акации стартовые четырехрамочные семьи при любом раскладе в ройку не пойдут потому что после акации где-то это 1-10 июня у нас также прекращается взяток я далеко не езжу никуда да и сейчас и нет экспорцеты не садят и в это время никакого нет приноса нектара то есть опять же матки опять же что сеют не так сильно интенсивно как думается что они там идут развиваются мощно это время идет откачивание меда и я привожу 64 матки на 32 семьи и делаю с одной семьи два отводка то есть я семьи которые во-первых принесли почти по 35 45 килограмм меда сами поприсели немножко ослабли от износа отсутствие взятка и плюс я из одной семьи делаю два отводка забираю по одной рамке расплода то есть там было 6 7 забираю по одной рамке расплода и практически в общем-то корпус еще и пчелы забирают ставится на третий корпус ставятся матки сами понимаете что изработанная семья они в общем-то остаются по силе я вам докладу где-то 8 ну 12-13 рамок пчелы семья до 15-20 июня взяток с донника со соток за две недельки за 20 дней если они приносят травы я ее качаю а бывает что как в этом году так его и не было я мед возил и вскрывал и давал на развитие семен то есть развития никакого в этом году не было конкретно на этом примере поэтому ни о каком динамичном развитии продолжение развития наборе силы семей у меня не происходит поэтому я занимаюсь скачкой акации разведением отводка во время вот этого месячного развития после акации происходит отбор маточек селекция какая пошла какая не пошла заменилась не заменилась то есть примерно где-то к подсолнуху у меня из 32 основных рабочих и там оставались я вам рассказывал 8 10 семей помощниц которые после продажи остались получается 40 и 62 это где-то около 100 дырок как я их называю пришли к у меня к где-то к первого к первому июля они занимают от водки уже 4 рамки где-то 3-4 рамки расходов 4 рамочки пчелы я их рассаживаю качаю в это время разнотравия также есть там видео качаю разнотравия еще раз у семьи внизу проверяю качество матки старой если она обрабатывает 6-7 рамок внизу под решеткой своим расходом то матки такие остаются в работе если они занимают 5 рамок и меньше расхода я их уже меняю на готовые матки отводки которые уже сделаны и проявили свои качества хорошие этим способом я потихоньку произвожу селекцию отбор качественных маток напрямую на практических действиях после качки разнотравия если оно было я в отводке вот когда еще забыл отводки делал я им поставил уже по одной две полоски фумисана ими я не ставлю потому что они могут еще донести разнотравия а в отводки я уже ставлю полоски фумисана то есть опять произвожу борьбу с клещом все наступает время 1 июля где-то 10 зацветает подсолнух начинает выделять и отводки которые сидели перегороженные на тех вот рассказывал зимовал и четырехрамочных я их рассажу 32 штуки или увожу домой на прицеп который у меня стоит вонаре или сбрасываю на землю а эти расширяю то есть семьи у меня семьи занимает силы всего-навсего но рамок может 12-13 но элитные матки могут набрать 16 рам пчелы которые были недалеками отводки в это время у меня занимают где-то ну 5-6 рамок пчелы и четыре рамочки расхода то есть в это время как говорят на подсолнухе надо взять произвести изоляцию маток не изолировать практически ничего они только проявляют свое качество и набирают силу на подсолнухе ставлю вощину расширяю позапрошлом году в прошлом году отводки которые я сделал ранее и почему я делаю ранее потому что проверят как праве проявляется качество маток они во-первых себя окупят принесут еще может даже по корпусу по 15-20 килограмм подсолнуха вощины отстроят и разовьются поэтому изолировать маток мне нечего у меня из 32-38 дырок которые были на акации наверное на момент отсолнуха уже где-то матка отошла пропала и не приняли где-то около 90-95 дырок семей и отводков приблизительно отводки но может быть на 2-3 рамки слабее чем семьи то есть они практически одной силы все подсолнух заканчивается его я не качаю ставлю вощину потому что мучить пчел самому мучить по жаре в этот момент после разнотравия когда я покачал разнотравия расширяю отводки увожу раскидываю селекционирую маток я опять им ставлю уже по 3 полоски фумисана то есть с клещом борюсь поставил фумисан то есть лечение от клеща продолжается с перерывом в течении двух месяцев время пчеловодства актива у нас два месяца и поэтому рисковать изолировать маток и потерять всю пасеку у меня рука не поднимается я иду по другому пути по которому вам расскажу все подсолнух отсвел собираемся домой но в этом году все выгорело пыльцы не было всеми развиваются приезжаю домой кормлю их в открытую вы видели также на видео или вскрываю рамки каким способом семьи которые отводят сидели у меня под решетками и отводки и если у них есть мед я ставлю уже вторыми корпусами отводки семьи на двух корпусах у меня сидят гнезда наверх а вниз составляю все медовые рамки медовые маломедные полномедные то есть в это время я уже практически готов к зимовке на меду и как правило я мед не качаю поэтому у меня его в достатке в прошлом году в зиму осталось 700 г рамок не качаного меда а в этом году они его съели ведь потому что такой воздух все и в течении где-то двух-трех недель где-то с середины августа до 10 сентября я подкармливаю маломедками рамками прокатываю катком внизу они снизу переносят наверх потом через 3-4-5-6 дней в зависимости как это дело хватает силы производства я эти маломедки выкидываю выбрасываю под крышу прицепа они их там обрабатывают и они висят сушью готовой к продаже я уже писал что сушь я они оттягивают сушь я ее по весне продаю определенное количество сколько надо а запас у меня идет маломедные рамки и рамки которые в меду были мне суши хватает и я ее ставлю всегда очень много самые плохие и самые негодные я все лето топлю на солнечной воскотовке поэтому я не заморачиваюсь сделаю рамки всегда новые я ничего не чищу ничем этим не занимается взял выкинул жег и забыл на 1 августа то есть на 1 сентября из многолетних наблюдений могу доложить что сколько рамок расплода в семье за минусом 2 это будет столько рамок пчелы идущих зиму вот в это время и происходит уже селекция и отбор семей на изоляцию я их маточек которые не проявили свое качество слабенькие они были на одном корпусе мало расплода я маточек как говорится уничтожаю подсиливая более сильные и в общем так 1 сентября к 10 сентября у меня уже есть выровненные приблизительно семьи которые пойдут в зиму определенной силы в это время я лечу их акарасаном 3-4 раза дымлю как положено также показывал на видео кормежка прекращается но я вам скажу так кормежка это бесполезное дело никаких она результатов больших не дает почему то при благоприятных условиях все равно матки уже сокращают как сказал Александр Иванович Айф уже световой день меньше матки чувствуют хотя я в общем то сомневаюсь в этом плане что они что то чувствуют но так и осени матки прекращают если класс все из 90 дырок которые у меня были на подсолнухе у меня где то два десятка маток уходят как говорится в историю а остается как правило как правило 65 70 семей все наступает холода все это ждем отъезда пчелки потихоньку сокращаются пчелки готовятся в зиму происходит лечение еще раз два раза контрольным бепином где то в середине октября в конце октября клещ сыпется также фирмы описанный пин вот все мое лечение вот все мое развитие вот все мое пчеловодство заключается в этом скажу так по этому году все решат на лекарства на китайский интернет я считаю что основным фактором влияющим в нас в ростовской области на силу семей и их качество влияет погодные условия в этом году дождь был в конце апреля 27 июля и 17 сентября и как говорят вода это мед нет влаги нет меда поэтому и плюс жаркие дни ужасные бывает по неделе жара я рассказывал что если где то 40 градусов 41 в тени а мне рассказывали ребята старожилы пчеловоды что в термокамере при 48 градусах пчела начинает потихоньку отмирать и сыпаться или жариться как они говорят то если пчела вылетит в 40 градусов в тени за взятком на поле вентиляцию семьи работая набирая температуру тела где то еще 6-8 градусов то есть получается в 48 градусов температура пчелы степит она просто-напросто погибает и это факт был и не раз нами замечен мы обсуждали это и пчеловодство и среди друзей что пчела ледная в основном при жарких климатических условиях у нас погибает поэтому путь изоляции матки для меня лично неприемлемый я пошел по другому пути просто я за счет большого количества отводков опять же выхожу на то количество семей в зиму которое было у меня например в прошлом году за счет просто работы лишних маток да это может затраты но это в общем то беспроигрышный путь много плюсов идет отбор и селекция маток на предмет их качества практическим путем и в общем то мы ничего не потеряем потому что при любой экстремальной ситуации у нас не наступит никакой катастрофы а если вдруг матки все это дело случится что ничего не получится останешься без патика во вторых никто не рассказывает о своей деятельности и экономике при изоляции маток мы качевщики мы берем мед ездим а может люди вот я смотрел на роликах человек стоит дома накачал локации сколько там ему хватило потом как говорится изолирует и ничего в общем то не делает не разводит ни семени ни от водки в осень они у него стоят развиваются в северной полосе нашей воронежской губернии курской где и картошку не поливает влаги полно пыльцы полно ему конечно никаких проблем тем не изнашиваются у нас семьи приносят бывает до двух лях до двух лях меда жара отсутствие пыльцы экстремальные условия то бишь у нас о изоляции маток вот я например не могу ничего даже посоветовать я это дело лично отметаю и применять не буду как бы это не было хорошо я пошел по другому пути так что вот мое видение и мой подход пчеловодстве и возможности сохранения семей качки меда или нормальной зимовки семей какие будут вопросы что непонятно я отвечу смотрите ролики где я привозил рассаживал пересаживал как делал там в общем то там все рассказано честно открыто что есть то есть какие ошибки каких нет ну так и есть это наше пчеловодство в принципе то что я вам показывал и рассказывал это наша общая картина у нас в Ростовской области где присутствуют постоянные ветра жара отсутствие медоносов травят пшеницу на акации потом травят кориандры как люди говорят потом травят подсолнух в общем куда бедному податься красные придут грабят белые придут грабят так что в общем то из всех жул и бед выбираем наименьшее я выбрал вот такой путь развития своего пчелиного хозяйства всего хорошего до встречи